Партнер проекта сайт manutd.one Привет, друзья, с вами Миша. Я истощен, абсолютно изнеможен. После матча с Челси не успел я подкрасить свои седые волосы. И вот опять вот такая шняга. Ребята просто не имеют совершенно никакой жалости. Почему нельзя было просто прикончить этот андерлект и дать нам спокойно уснуть с ощущением не просто того, что мы вышли в этот проклятый полуфинал Лиги Европы, но и с ощущением того, что мы большой клуб, мы растоптали на Ултрафорд Андерлект и вот как бы с таким легким чувством пренебрежения, так сказать, отойти в сон. Давайте, ребят, обо всем по порядку. Стартовый состав. Ну, линия обороны, пока не случилась катастрофа с Маркусом Рохом, выглядела привычным образом. Ну, а с краю у нас был шоу. Сразу же скажу про шоу, буквально в двух словах. Впереди, то есть то качество Люкашоу, за которое мы его не то чтобы любим, но мы хотим его видеть. Активность впереди. Он его продемонстрировал. В принципе, я думаю, неплохая была заявка на конец сезона, чтобы Мауриньо его использовал. Вот. В центре поля у нас не было Андера Эреры. Эрера продолжает преследовать Азара. Как бы у него есть более важные дела. Был Пагбан и Икарик. Ну, а впереди наш мальчик Решфорд. Наша все отныне, в принципе, наша главная звезда. И Лингард с Мхитаряном. Он на острее был, естественно, отдохнувший Ибрагимович. Хочу начать, ребята, я с Мхитаряна. В первом тайме, ну, во-первых, Мхитарян, естественно, забил, как бы, своему практически соотечественнику Рубенчику, как можно было не забить еще один гол. Вот. Но, в целом, как мне показалось, Мхитарян был активен в первом тайме. Во втором тайме Мхитарян чуть-чуть, чуть-чуть пропал. Вот. И в овертайме Мхитарян снова дал о себе знать. Эпизодически Мхитарян, конечно, очень полезен бывает. Да. Он, во-первых, очень много борется. Он очень много участвует в отборе мяча. Старается где-то там искать проникающие передачи. Да. Но главная моя претензия к Мхитаряну, особенно когда, после ухода с поля Лингарда, когда Мхитарян ушел туда направо, он перестал получать меньше мяч. Почему? Потому что, мне кажется, все-таки человек, играющий на такой позиции, называйте это десяткой, ложной девяткой, чем угодно, или, не знаю, атакующим полузащитником или плеймейкером, человек на этой позиции должен сам больше предлагаться. Вот, вот, перед тобой, за тобой, точнее, поле Погба, ты должен подходить. Вот, Погба, да, я обращаю внимание на то, что, как бы, мяч к нему липнет сам. То есть, когда на своей половине поля мы только начинаем атаку, наши защитники, да, скажем, или второй полузащитник какой-нибудь, или Карик, или Филленик, кто бы то ни было, сами отдают поле Погба, мол, на поле давай, начиная там атаку. Есть такой момент, но Погба предлагается, вот, а Мхитарян как-то, мне кажется, как я почувствовал, дело не в том, что он мало двигается и мало предлагается, у него нет какого-то ощущения собственной значимости на поле. Вот, да, тот фактор, который у Погба просто зашкаливает, у Мхитаряна, мне кажется, он немножечко занижен. Вот, пишите, соответственно, ребят, естественно, в комментариях, что вы думаете по этому поводу. И вот, на фоне Мхитаряна, наш мальчик Решфорд, который абсолютно окрыленнейший, то есть вот с размахом крыльев Альбатроса, после матча с Челсией, и после того, как его расхвалил, собственно, Жозе Мауреньо, вышел Решфорд, ну и, как бы, да, ну понятно, что Решфорд все-таки в итоге все это дело и решил. Вот это его рабона на Погба, да. Блин, вот, хочется все свалиться на разговоры про поле Погба, но чуть попозже. Да, вот, очень видно, что именно уверенности добавил себе Решфорд, и начинает он раскрываться с разных граней, когда уже потом в овертайме ушел с поля Ибрагимович, когда Решфорд ушел на острие, добавляются, наконец, ему определенные функции, и он начинает кайфовать от того, что он не просто быстрый и техничный, то тот этап развития, на котором пока что застрял Марсик, вот, Решфорд начинает кайфовать от того, что он, в принципе, классно играет в футбол, что ему доверяет тренер, что у него получается, и здесь, конечно, он может именно вот этот качественный скачок исполнить в своей карьере, вот, и я очень надеюсь, что, соответственно, на игре в сборной Англии тоже это как-то отразится, потому что, ну, на самом деле, это очень важно, да, большой-большой футболист без постоянной практики в сборной, это, конечно, все-таки немножко другой уровень, да, опять же, с точки зрения ощущения собственной значимости как единицы в мировом футболе. Пока рано, естественно, говорить о Решфорде, как там, о каком-то супер-мега-форварде, вот, но мы видим, что парень зреет именно вот здесь, вот. И, собственно говоря, тот момент, который был у Решфорда, вообще, вообще была, конечно, катастрофа, но вот, ребята, вот что можно сделать? Как бы начался матч очень-очень вяло, мы так слегка контролировали мяч, слегка, и возникало ощущение, что, как бы, Манчестер играет на каком-то таком экономном режиме. Да, то ли эта усталость длится все еще после Челси, то ли это экономия сил перед Бернли, но, с другой стороны, куда было гнать, собственно, этих самых лошадей, когда можно было спокойненько, вполне на классе забить, или не забить вообще, сыграть 0-0, но можно было просто забить, что мы, в принципе, и сделали, да, Андерлехту в команде, у которой главная звезда Теодорчик. Ребята, вы понимаете, что Теодорчик в команде главная звезда? Ну, можно было их, в принципе, обыгрывать спокойно, но, ну, что ты сделаешь? Вот убегает, убегает Решфорд, обыграет вратаря. Кстати, тоже свидетельство того, что он уверен в себе, он не пожарит, он, ну, вообще, как бы, это качество ему свойственно давно, мы понимаем, что, несмотря на юный возраст, он хладнокровен, как, в принципе, и Марсик. Убегает, не забивает. Ибра. Что в этом матче, ребята, произошло с Иброй, совершенно непонятно. Я представляю, я представляю, какой он был разъярён, да, то есть в итоге он, ну, всё-таки возраст даёт о себе знать, он не может отыграть уже 120 минут, ну, и нам нужно было добавить скорости, да, собственно, выходит Марсик. Да, и Филайни, конечно, вышел у нас для того, чтобы добавить скорости, да, но это у Филайни несколько другие функции. Один удар неточный, второй удар неточный, то есть сколько мы создали моментов во втором тайме, ну, мы должны были просто их выносить ногами вперёд, вот так вот, вот так вот выносить, как свадебный торт, выносить с поля Андерлехт. Но... Объяснений нет, да. То есть я не люблю говорить вообще о судейских ошибках, и, собственно, ребят, то, что там нам не поставили пенальти, или что-то такое, у нас было столько моментов, что эти разговоры не актуальны. Я не люблю говорить о судействе. Вот. И, собственно, когда человек не забивает гол, здесь тоже обсуждать, ну, особо не... Здесь какие-то психологические моменты, но у кого-у кого, наверное, у Ибры всё-таки их нет. Непонятно, непонятно. Ну, и хорошо, что на фоне того, что у нас вот... У нас немножечко возможно с вот этим ростом Решворда мы немножко отойдём от Златана зависимости. Хорошо это или плохо, кстати, большой вопрос. Да, но вот есть какой-то определённый такой момент. Ну, я надеюсь, что всё-таки Златан это игрок у нас больших матчей, хотя вот в большом матче он не принимал участие с Челси, но если мы, дай бог, в Лиге Европы дойдём до финала, там Ибра скажет своё веское слово. В принципе, в одном финале уже в этом сезоне Ибра своё слово сказал. Вот. Поль Погба... Ну, во-первых, смотрите, вот первый гол, да, Мхитаряна. То есть Погба получает мяч на своей половине поля, моментально поднимает козырёк, смотрит, отдаёт туда передачу на Решворда. Решворд исполнял, конечно же, пас мгновенный на Ибрагимовича. Конечно, ну, по-хорошему, если ты игрок, не экстра, ну, вообще, ну, топ-класса, этот пас должен доходить. То есть вот такая идеальная геометрия должна была расчертиться, и Златан должен был забить или не забить пустые ворота. Но, как бы там на подходе был Мхитаряна, очень большой разрыв получился между линиями у Андерлехта, а ребятки просто не успели. Вот. Кстати, этими разрывами мы не пользовались. Там можно было лучше убегать в контратаку, хотя какая контратака, в принципе, когда мы в основном оседали там, на их половине поля. Вот. Очень фундаментальный был, конечно, момент, ребят, очень печальный. Вот. Просто вот травма Роха. Я очень надеюсь, я очень надеюсь, что там ничего нет со связками коленом. Во-первых, тот факт, что он остался. Ну, на повторе было видно, что там был стык вот под коленом, кость в кость. Вот. Просто больно, да. И потом, как назло, опять его столкновение, когда вместе с боей они там пошли опять в это же место. В общем, его уносят в итоге на носилках. Я надеюсь, что ничего там нет такого страшного, потому что, если Роха сейчас у нас выпадет из обоймы, это будет страшно, потому что Дейли Блинд, это профессиональный пожарник. То есть, если он не пошел бы в футбол, он бы пошел там тушить пожары, как бы у него это хорошо получается. Гол, который нам забил Андер Лехт, сложно здесь полностью перекладывать вину на Блинда, который там в панике пытался что-то вынести мяч, и поэтому мячу не попадал, потому что он был в панике. Там был Майкл Каррик, ребят, на самом деле, который они как бы этих двоих держали вместе с Блиндом, но Каррик потом ушел, типа, ребят, давайте мы сейчас там какой-нибудь оффсайдик им создадим. А вот и нифига, мяч прилетел туда, вот и забился гол. Немножечко несогласованно действовали в этом матче бои с Валенсией. Как-то Валенсия вообще бывало моментами упускал свою зону, но к Вале у нас нет претензий. Не потому, что это священная корова, нет, 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 нет. Но как-то все-таки какая-то стабильная активность исходила от Валенсии, но сваливаться на навесы все-таки не стоило, как бы, да, и требовать от Вали, чтобы он постоянно что-то там грузил, хотя навесов было достаточно у нас много. Но вот фигура Ибрагимович, она отчасти эти самые навесы подразумевает. Вот, как я сказал, Люкшо очень хорошо подключался, когда не только, не только вот навесы идут, но и какие-то вот проникновения к лицевой и прострелы, да. Вот Решфорд откликался, должен был забить. Как жалко, что Погба не забивает. Вот честно, вот, ну, не просто хейтеров, вот, очень многие, наверное, все-таки, наверное, большинство, ребят, из вас, если не переваривают, ну, как-то негативно относятся к полю Погба. Но, ребят, давайте, как бы, сойдемся на мнение, да, что это все-таки, это наш, наш футболист, и в наших же интересах, чтобы он заиграл. Вот, и, соответственно, ему, опять он попал в перекладину, бил головой, и когда он бил, там, через себя после Робона и Решфорда, ну, и у него был момент, один из наших гипермоментов, конечно, был, когда Погба бил с лета в упор метров, не знаю, с двух, наверное, и пробил по воробьям. Вообще, что-то у Погба удары, то есть, если удар у него не точный, не в створ, то он вообще куда-то в задницу, вообще куда-то на десятый ярус летит. Можно потребовать, что бы нам потребовать от поля Погба, да, в плане, в плане созидания. Ну, давайте так, ну, в плане ударов, конечно, конечно, опорный полузащитник, изволь за сезон парочку класть издали. Это вот прямо, прямо предъява, вот, на, вот, возьми, распишись, Погба. И еще, когда вышел Филайни, и, кстати, Филайни не только там впереди ловил, да, как бы сбрасывал мячи головой, Филайни еще отходил назад, помогал Карику. И это позволяло полю Погба идти вперед. Вот, и, соответственно, когда у Погба возникает не просто соблазн, а необходимость идти туда вперед, как бы, когда ситуация его подталкивает к этому, он немножечко в этой ситуации теряется. Плохое, ребят, плохое взаимодействие между Иброй и парочкой нашей, потрясающей парочкой Решфорд и Лингард. Решфорд, я жду в комментариях, что вы думаете по этому поводу, не показалось ли это мне. Как-то они немножечко не туда, что ли, все бегут, как-то и апсайдную ловушку не очень хорошо чувствуют. То есть, вот, понимаете, Лингард и Решфорд это игроки с забегом, моментального. А Ибра это человек Станиславский, это человек МХАТ, это человек Пауза. Вот, и на этой паузе, вот эти вот ребята, которые шашки на голову, вот, бегут Решфорд и Лингард, а что-то там по темпу, по темпу они как-то не сходятся. То есть, если представить, что это музыкальная группа, да, и барабанщик немножко загоняет, а басист в это время немножко там засыпает или играет чуть-чуть в батяшечки. Вот, так что, как какой-то у них есть асинхрон. Ребята, опять же, призываю вас делиться своим мнением по этому поводу. Очень качественный, очередной качественный матч показал Филайни в тот момент, когда он на поле понадобился. Ну, в начале, когда он вышел, он много боролся и много грубо боролся, да, много фалил. Хотя это не грязные фалы, да, то есть там он не висел на каких-то там карточках в это время. Вот. Филайни успевает и сзади помочь, и впереди он, в принципе, я думаю, что, ребят, если у кого-то еще остались какие-то сомнения по поводу будущего Филайни в нашей команде, мне кажется, что ему совершенно ничего не угрожает. То есть он останется, останется у нас. И он для Мауриньо очень важная фигура. Ну, если мы, конечно, в трансферное окно купим каких-то там суперполузащитников, возможно, конечно, его, под ним зашатается его стульчик. Ну, а так, а так, в принципе, нет. Вот. Общее впечатление по игре, конечно, понятно было, что наша, наша вот эта феерическая игра с Челси, что это исключение. Потому что, ну, носиться на таких скоростях все время невозможно. И получается что, ребят? Получается следующее. Чтобы воспроизводить матч, который оставляет впечатление классной команды, мы должны делать это гиперзатратно. Я не говорю, что нужно быть настолько классной командой, что пешком просто вот обыгрывать одной левой такие вот команды, где главная звезда Теодорчик. Ни в коем случае. Но, все-таки, иногда видно, что Мауриньо хочет, ну, малой кровью, сделать что-то малой кровью. А нет, сука, на те 120 минут. Пожалуйста, выматывайтесь по полной программе. И так все выжатые, как лимон. Но, опять же, это у нас Лига Европы. Это отдельная песня. Не потому, что у нас на рамке Ромеро. Кстати, говоря о Серхио Ромеро, вы знаете, ребят, и то, что Мауриньо про него говорит, что это на самом деле очень надежный вратарь, это не просто какие-то вот общие слова, кстати, вот за что я люблю и уважаю Мауриньо, его всегда интересно слушать. И все, что он говорит, он на самом деле искренне делится своими ощущениями. Это не просто, да, как об стенку, как Луи Ван Галь, какими-то общими фразами, лишь бы отделаться от журналистов. Нет. Вот. И вообще у нас, ребята, серьезно, нам очень повезло во вратарской линии. У нас есть Дехея, и у нас реально очень классно, стабильно второй вратарь. То есть, вот, это одна из наших, одно из наших сильных звеньев вообще. То есть, линия, линия вратарская. На самом деле у нас все линии хороши. Но, чего не хватает? Вот чего нам не хватает? Это какой-то, знаете, вот, я весь сезон пытаюсь найти ответ на этот вопрос. То мне кажется, что всему виной какая-то постоянная ротация Мауриньо, потом я прихожу, что, наверное, все-таки нет. То иногда кажется, что нам не хватает какого-то лидера на поле. Да, и лидерские функции периодически делят. У нас там Эшли Янг и прочие, Филайни и другие люди. А в это время Уэйн Рунинг, слава богу, что он, наконец-то, в принципе, вернулся в команду. Нам, то есть, нет какой-то... Помогите мне, ребят, реально в комментариях. Вот это одно слово какое-то, которое нас бы охарактеризовало в этом сезоне. Это сыгранность, это этот брак, то, что мы не попадаем в пустые ворота. Что это? Да, возможно, возможно... То есть, Мауриньо не давит на игроков. Он им дает некую свободу, в отличие от Ван Галя. Поэтому прессингом, как со стороны тренера, это не назовешь. Класс в команде есть. То есть, мне кажется, что все-таки есть психологические рамки того, что мы сейчас играем в Лиге Европы, что мы боремся за пятое место. Что соперники нас не боятся, и это нас как-то немножечко сковывает. Ребят, реально вот какую-то философскую мысль, которую я сам пытаюсь уложить у себя в голове, вот очень хочется мне это понять. Наверное, я это все-таки пойму в конце сезона, потому что от матча к матчу меняется впечатление вообще о команде. Настолько и составы у нас бывают разные, и игра, собственно, разная. Так что, ребятки, давайте выдавливайте вы из себя эту философию. Одним словом опишите, пожалуйста, мне нашу проблему в этом сезоне одним словом. И есть ли вообще у нас эта проблема. Ну, как я уже раньше, ребята, вам говорил, все очень диаметрально у нас поменяется, в зависимости от того, попадем мы в Лигу Чемпионов или нет. Если честно, я пишу выпуск сразу вот сейчас после матча. Я понятия не имею, как эти несчастные Леоны Бешикташи в своих сериях пенальти все это доиграли, и кто у нас будет, возможно, соперник. Вот скоро, жеребевка, мы все это, ребята, узнаем. Кого лучше в полуфинале словить? То есть вопрос это абсолютно, мне кажется, пустой. Не потому, что вот такая вот банальщина и на этой стадии нет легких команд, а потому, что это команды... То есть мы можем знать, кто такие Бешикташи, Леоны и так далее, но что они представляют вот сейчас и насколько мы окажемся выжатыми и в каком психологическом состоянии, когда с ними встретимся, здесь реально колоссальный вопрос. Но тем не менее, ребята, никто вам не мешает писать, кого вы бы хотели видеть в соперниках по полуфиналу. Но, и что самое главное, я так боялся, потому что мы реально были на волоске, я так боялся, что мы сейчас каким-то образом, ну, либо в ничью сыграем, либо проиграем и не выйдем в полуфинал. Нам надо выигрывать эту чертову Лигу Европы. Хотя, есть позитивное ощущение того, что все-таки в премьер-лиге все зависит на самом деле от нас. Не будем терять очки, будем красавчиками и в Лигу Чемпионов мы, ребят, попадем. Ох, друзья мои, пишите в комментариях все, что вы думаете и не думаете. Обязательно подписывайтесь. Ставьте лайки, ну, мне же приятно. Вступайте в наш паблик ВКонтакте и никогда не очевайтесь, потому что мы с Юнайтед. С вами был Миша, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok